Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать в мой влог! Решила так спонтанно записать что-нибудь для вас, пока нахожусь дома. В общем, буду показывать то, что мне сегодня принес курьер, но это чуть-чуть попозже. У нас вот такие цветочки дома сейчас стоят. Папочка подарила. Завтра 8 марта. Такими тюльпанчиками я уже с утра порадовалась. На улице у нас холодно до сих пор, хотя немножечко потеплело. Было минус 20 где-то сейчас, где-то минус, может быть, 15, минус 10. Снег везде рыхлый, в общем, дороги непонятно какие. Я, кстати, сейчас сажусь завтракать. У меня на завтрак 2 яичка, бутерброды. В общем, у нас не было хлеба, но была какая-то булочка, по-моему, с изюмом. В общем, да, с утра можно позволить. В принципе, я и в обед могу себе позволить. Ничего в этом страшного не вижу. В общем-то, бутербродики с красной рыбкой, кофе. И это мои витаминки, банигами, которые я уже, видите, допиваю. Вот они уже на дне. Осталось буквально на 2-3 применения. И все, вторая моя банка подходит к концу. Ну что ж, всем, кто завтракает, приятного аппетита. А я к вам через мгновение включусь. Ребят, ну вот, собственно, о чем я вам и говорила. Мне пришла посылочка. Еще, кстати, у меня вот такой вот подарочек там внутри лежит. На работе мне подарили. Ну что же, посылка у меня пришла. Я уже даже успела отснять видео на эту посылку, как я всем этим пользуюсь и крашусь. Но Наташа рукожоп по-другому не скажешь. Простите за грубость. И уже один продукт она просто испортила. Вы посмотрите, что я сделала. Мне безумно жалко, но я знаю, что как-то девчонки восстанавливают различные побитые румяна. В общем, такие сухие текстуры пудренные. Так что YouTube мне в помощь. У меня вот такая палетка румян. Это Faros косметика. Все эти продукты идут брендовые, то есть под своей маркой Faros. Ну, я более подробно вам рассказывала в видео, которое сняла для вас отдельно. Так что обязательно смотрите. Я думаю, что либо влог раньше выйдет, скорее всего. Ну, в общем-то, это не важно. В любом случае, вы это видео увидите или уже увидели. У меня здесь четыре оттенка румян. Все они очень красивые. Я их сейчас уже все протестировала. Вот этим я пользовалась в видео. Он такой, знаете, сатиновый. Хорошие румяшки. Мне они, кстати, очень понравились. И упаковочка. Все так добротно сделано. Следующая, посмотрите, какая красота. Мне пришла вот такая кисточка. Упакована была отлично. Кисточка для макияжа. Майкап блажь. Посмотрите, какая красивая. Веерная, большая. Это у нас Faros MZ 153 номер, если кого-то интересует. Она обалденно наносит хайлайтер. Прям вот теперь моя любимица. Именно для хайлайтера. Хайлайтера, потому что я всегда мечтала что-то подобное. Никак у меня руки не доходили. Следующие. Вот такие вот мелочушечки. Но тоже, кстати, очень приятно. Вот такой блокнотик. Он мне как раз-таки нужен сейчас на работе. И две ручки. Все фирменное. Все Faros. Тоже спасибо огромное. Очень приятно. Так, и что я уже... А, вот, кстати, отрумян упаковочка. Вот такая. Посмотрите, как красиво. Еще у меня вот такие вот тени. Тени я, слава богу, не разбила. Я бы себе не простила, если бы я еще и тени разбила. Кстати, упаковки такие все плотно закрывающиеся. Смотрите, какая красивая палитра теней. Обалденная на каждый день. Единственное, что они мне показались немножко сыпучими. Но, опять же, будем тестировать, смотреть. Я думаю, что нужно еще все временем проверять. Пока что буду пробовать и тестировать. Дальше. Вот такой хайлайтер. Не помню, какой оттенок. Я уже говорила тоже в видео. Он такой самый светленький, наверное, по оттенку. Красивый, кстати, хайлайтер. Мне очень понравился. Очень классно смотрится. Хорошее добротное зеркало. Прям такое безумно понравилось. Тоже буду пользоваться с удовольствием. Так, и последнее. Это вот такая основа. База под тени. Праймер. Здесь у нас 25 миллилитров. Такая большая база. Это, кстати, новиночка. Я оставлю вам тоже ссылочку внизу. Можете посмотреть. Также в отдельном видео будут все ссылочки на все продукты. Довольно посылочкой. Правда, курьер мне ее так быстро привез. Я даже не ожидала. Всегда приятно получать такие неожиданные подарки. Сейчас пойду посмотрю ютубчик. И, может быть, восстановлю свою утрату. Ребят, сейчас беру вас с собой. Я вот поделась. Одела джинсики. Вот такую рубашечку. Я не помню, показывала вам ее или нет. Но это тоже новенькая рубашка. Хочу съездить по делам. И потом взять вас с собой в фикс прайс. Посмотреть, какие новиночки там вышли. Что-нибудь, может быть, еще из кисточек прикупить. Потому что мне кисточки очень-очень понравились. Так что да. И вот тут я с собой беру пакетики такие. Ей что-то выкинуть, что-то на подарочки. Заеду еще к бабуле, к мелкому, к своему. Мы с мамой поедем. И пошла я одеваться. Беру вас с собой. Встретимся, я думаю, в фикс прайсе. Ребят, вы чаще всего меня спрашиваете, в какой фикс прайс в городе я хожу. Я хожу вот в этот фикс прайс, который находится в Санате, в торговом доме. Давайте пройдем, посмотрим, что у нас вообще тут есть. Я уже давно в этом фиксе не была. Сим-сим, откройся. Кстати, я сегодня одела белые кроссы. Не по погоде немножко. Вот он, фикс прайс. Я на всякий случай возьму корзинку. Мало ли мне что-то понравится. Ой, цветы какие красивые. Может купить, периодически менять фонд с цветами. Всего 55 рублей. Так что здесь еще есть наклеечки. Вот такая рамочка у меня, кстати, есть. Рамочки прикольные. Просто такое сердечко. Такие рамочки у меня тоже есть. Ой, сколько цветов. Там вот при входе были, правда, очень красивые. Так, что у нас тут с косметикой? Вот этот вкусный гель для душа. Вот этот с кокосиком. И с папайей. Ну, тут каких-то новинок я особо не наблюдаю. Для ванны. Вот эти вот шторы. Господи, какие же они ужасные. Вот такую, на самом деле, мне бы можно еще купить. Но пока я подумаю. Вот такие контейнеры более большие появились. Белые я бы взяла, кстати. А вот такие баночки тоже новенькие появились. Смотрите, какие красивые под кофе. Я сейчас, правда, от таких отхожу. И мне больше прозрачные нравятся. Что-то типа такого. Красивые, кстати, тоже таких не видела. Такая кофе у меня есть. Всякие посуды. Вкусняшки всякие. И еда. Ну, я только что приехала домой. В общем, пойдемте вам покажу быстренько, что купила в экспрессе. Первое, что бросается в глаза, я обратила внимание вот на эти цветочки. Говорят, что искусственные цветы держать дома нельзя. Но, вы знаете, я во все это не верю. Для видео это будет красиво смотреться. Тем более яркие красные. Мы сейчас их с вами поставим в ту басочку и посмотрим, как они будут выглядеть. Дальше в фикс прайсе я купила вот такие салфетки. Тряпки для уборки бамбуковые цена товара 55 рублей. Мои любимые салфетки. Влажные. Без них никуда. Также я увидела, раньше всегда были фикс прайсы, потом я их долго не видела. Вот такие вот ароматизаторы. У меня это смородина и клубника. Два ароматизатора, честно говоря, я даже не знаю, по сколько они стоят. По-моему, по 25 рублей, если я не ошибаюсь. Пусть у меня будет приятно пахнуть. И еще, конечно же, я не могла пройти мимо. Я купила еще три кисточки. Первая вот такая скошенная кисточка. Вот такая скошенная кистюшка. Вторая у меня щеточка для бровей. И вот такая скошенная для... Ну, тоже для бровей, для подводки можно использовать. Хорошо, что здесь колпачок есть, кстати. И еще одна, я ее в тот раз искала, не нашла. Это для нанесения теней. Она, видите, такая, перышком тоже сделала, лепесточком. Классная кисточка, тоже буду использовать. Все это также из натурального ворса. Ребят, ну что, давайте с вами эти цветочки попробуем поставить. Почему у меня вот эти вот тут красивые стоят? Я даже не помню, как они, орхидейки, что ли, называются. Реально красивые, я теперь буду менять. Ставим один цветок. Ой, и знаете, что надо подрезать, кстати, сейчас? Хотя по длине они, в принципе, очень похожи. Но все равно немножечко подрезать, чтобы они такими длиннющими не были. Все смотрится очень красиво. Только да, надо подрезать. В общем, давайте я сейчас их немножко укорочу и к вам вернусь. Так, ребят, ну что, смотрите, какая красота-то. Вообще же классно. Такие яркие, красивые я их подрезала. Очень круто. Очень красиво смотрится. На фоне у меня будут вот такие вот цветочки. А вот эти цветочки я куда-нибудь сейчас уберу, чтобы их не помять. Они тоже очень красивые, весенние. И через месяц-полтора мы их достанем с вами ближе к лету. Поменяем немножко. Мы сейчас приехали к моей подружке Критке. Ну вот, сейчас будем у нее тут чаи гонять, пить в лифте. Смотрите, какие здесь потолок звездного неба. Здравствуй, мой родной! Дай пройти, негодник. Она всегда снимает? Да, постоянно. Я хочу подарить тебе подарок. Это для тебя. Возьми, это гель. Возьми, открой, посмотри. Посмотри, что это? А, нет, это гель. Это гель. Она думала, это бутылка. Ну что, давай, давай, возьмись. Не, ну, нет, выложишь. Конечно. Ну, нет. Да. Нет. Да. Я же, я точно этого уже не выложу. Ладно, ты гостей ждала, мы тебе еду принесли. Что нет? Сказать, спасибо. Не, что, я тоже, я тоже, я тоже, я тоже, я тоже. Да, любимый. Да, любимый день, зайти на тебя. Иди, неси еду. Мы привезли поесть, любимая моя. Мы были в магазине, привезли тебе вафли, яблочко. Оливки, смотри, какие. Сам Геннадий выбирал. Такие архаусные. Смотри, сырок, гауда, как ты любишь. Ну, в любой поверь. Ты можешь съедать, когда угодно где не ехать. Смотри, какой сок. Я так хочу пить, любимый. Дай мне, пожалуйста, стакан. Смотри, колбаска. Хлебушек. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Подожди, ты когда картину эту нарисовала? Я еще не нарисовала этот эскиз. Офигеть. Вот эту вот картину я пыталась у нее выбить, но она мне не захотела ее подарить. Смотри, как Ритка рисует красиво. Да. Нет. Что нет? Очень красиво, да? Всем большой привет. Сегодня уже новый день. И на улице такая чудесная погода, что сейчас мы решили поехать куда-нибудь погулять и выбраться за город. Честно говоря, совсем не хочется сидеть дома. Действительно, такое солнышко. Так ярко, так круто. Я сегодня даже успела отснять для вас видео. В последнее время я так нормально прям видео снимаю. Мне это очень-очень радует на самом деле. И, кстати, что говоря, снимала сегодня с новыми цветочками уже для вас вот с этими. Правда, очень красиво смотрятся на видео. И что хочу сказать. Тестировала сегодня вот эти кисточки, которые купила в Фикс Прайс. Они у меня уже все помытые. И все уже даже в работе я их уже успела использовать. Слушайте, мне очень понравились. Реально классные. Вот все кисти, которые у меня есть из Фикса, мне безумно нравятся. Я, в принципе, купила все самые нужные кисточки. Вот они. По-моему, все или еще какие-то у меня были. Я вот не помню. Эту кисть мне недавно прислали. Я вам показывала. Обалденная, конечно. А, вот еще. Вот эти все кисточки очень классные. Вот я потратила на них сколько? Вот еще одна кисточка. Практически 800 рублей. Я не жалею, честно говоря, потому что на Алиэкспресс за 800 рублей такого бы качества из натурального ворса. Я бы вряд ли хорошего нашла. А еще хочу показать. Мне вчера подружка Ритка моя подарила вот такие бомбочки для ванны. Иногда понежиться с такими бомбочками. В ванне я люблю. Тем более ванну принимаю редко. А это будет повод. А еще, знаете, что мне такую вкусняшку подарили? О, моя посудомойка. Вот, смотрите, какая вкусность. Здесь у нас орешки. Потом рахат лукум, скорее всего. Чернослив. И мои любимые финики. В общем, надо их сейчас открыть и попробовать. Такая корзиночка, кстати. Прикольная. С праздником всех девочек. Ребят, на мне сегодня новый свитерочек. Я его заказывала с Алиэкспресс. Я его, кстати, на улицу еще ни разу не одевала, не выгуливала. Так что сегодня дебют. Уютненько. Смотрите, какая погода шикарная. Ребят, спустя, после того, как мы час назад выехали, мой водитель привез меня в какое-то непонятное место. И сейчас мы приехали в наш родной Кремль, Рязанский, погулять. Сегодня, кстати, правда, очень классная погода. Плюс один, наверное. Ну что, все, иди снимай. Там загорелся. Иди. Вот так попросила человека, поснимай меня. Трясущаяся рука. Да. Да ну тебя, Вин. Слезы из глаз я начинаю плакать. Ты, кстати, идешь в кадр постоянно. Так что иди вперед. Я начинаю рыдать. О, я тебе сейчас вставлю. Хватит. Ой, как же круто иногда погулять. Стихотворение, стихотворение Есенина, я просто не сказал. Давай, расскажи мне стихотворение Есенина, хоть одно. Какой парус-то! Позорник. Ребят, это позор. Белеет парус одинокий, Сергей Есенин называется. Кто это написал? Ты знаешь? А ты знаешь? Лерва. Кто? Лерва. Молодец. А вот Есенин. Ребят, я пока тут иду гуляю, вспомнила. Я уже давно забываю сказать, что я сейчас завела вторую страничку в Инстаграм, которая называется Нетли Нет Бьюти. Как на Ютубе. Поэтому, если что, добавляйтесь. Потому что я знаю, что многие еще не знают. Велкам. Раши туристы. Рашин, рашин. Рашин, да. Кстати, так красиво играют. Народа сегодня тут много, прям все гуляют. Классно. Засветили, засветили. Да что ты не стесняйся. Да, я не могу. Я так люблю над ним издеваться. Блин, я все рыдаю. Я уже устала плакать. У меня супер чувствительные глаза просто. Мы поднялись на вражек. И вот тут с горочки. Такие вот виды. Красиво. Блин, только что-то ветер сильный. Тут местность открытая. В уши задувает. Я уже вся обрыдалась. Да, солнышко так греет. Так круто. Еще классно. Я жду не дождусь. Я палку заказала с Алиэкспресс. Скорее бы мне она пришла. А то я как дурак на вытянутой руке. Ребят, мы сейчас находимся в фамилии. Посмотрите, какой классный дозатор. Баночка для мыла. Стоимость всего 249 рублей. Тут идет скидка 75%. Так он раньше стоил 1000 рублей. В общем, мне нравится то, что он без лишних. Вот без всяких наворотов. Еще мне вот этот очень понравился. 500 рублей. Так, что еще? А, еще мне понравился вот такой дозатор. Классный даже. Есть такой же беленький. Честно говоря, из всех... Ну да, из всех мне нравится больше всех вот такой. Такой клевый. Так, а есть еще... Ага, это стаканчик для щелточек и для всего остального. Тоже очень клевый. Так, возможно, я возьму такую штучку. Очень много красивых всяких декораций. Даже посуда здесь есть. Что это такое? Декоративные бусинки. Ой, какой классный стаканчик. Ой, подсвечнички. Тоже очень красивые. Всего 200 рублей. Смотрите, какой подсвечник красивый. 299 рублей. Вот такая красота. Так, ребята, в общем, я купила две красивые штучки. Я купила вот такую вот мыльницу. Вот, вот такую мыльницу. Смотрите, какая классная. Блин, как я люблю белый цвет. Что мне с собой поделать? Там был выбор либо прям подзубные щетки. Но я выбрала вот как обычный стаканчик. Потому что он мне как-то больше понравился. Он более качественнее сделан. И вот здесь вот синим цветом все прокрашено. Так что будут у нас теперь дома такие красавчики. Красоваться. Буду прощаться с вами. Потому что мы уже что-то... По крайней мере, я так точно устала готовить сейчас. Кстати, ты знаешь, что я мясо поставила размораживать пока ты не видел? Сейчас дома кучу будет дел. Кстати, сейчас буду монтировать видео. Может быть, и это тоже. У меня много отснятых материалов. Надо все это сделать. Так что до новых встреч уже совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok